Томас Харрис. «Я окей, ты окей». Без предисловия, без самоотвода. Глава первая. Фрейд, Пенфилд и Берн. «Я противоречу себе, я огромен, я содержу в себе множество». Уолт Уотмен. На протяжении веков представление о природе человека, по крайней мере в одном аспекте, было постоянным. Человек неоднороден. Наиболее часто это выражалось в признании двойственности его природы. Это представление находило отражение в мифологии, философии и религии. И всё это рассматривалось как противоречие между добром и злом, низшей природой и высшей, внутренним миром человека и внешним. Саммерсет Моэм писал. «Бывает, я с недоумением рассматриваю некоторые черты моего характера, я осознаю, что состою из нескольких личностей, и что личность, главенствующая в данный момент, неизбежно уступит место другой, но которая из них реальна. Все ли или одна из них? История свидетельствует, что человек может стремиться к добру и достигать его, чтобы не понималось под добром. Моисея расценивал благо главным образом, как справедливость. Платон видел его сущность в мудрости, Иисус в любви. Все они были едины в том, что это добродетель, как бы она ни понималась. Постоянно чем-то подтачивалась, разрушалась в человеческой природе, находившейся в непрерывной борьбе с чем-то иным. Но с чем? В начале 20-го столетия на сцене появился Фрейд, и эта загадка стала предметом нового изучения научного исследования. Его заслуга было в создании теории о существовании в нашем бессознательном непримиримых разногласии. Противоборствующим сторонам были даны имена. Под сверх «я» стали подразумевать силу, ограничивающую и контролирующую оно инстинктивное стремление. А я выступала судьей, действующим согласно очевидным собственным интересам. Мы многими обязаны Фрейду за его тяжкий труд, первооткрывателя, заложившего теоретический фундамент наших современных построений. На протяжении многих лет ученые и клиницисты развивали, систематизировали и дополняли его теорию. И все же внутренний мир остается необъяснимым. Вероятно, сотни томов, пылающихся на полках и комментарии психоаналитиков не дали нужного ответа тем людям, для которых они написаны. «Однажды я состоял в фойе кинотеатра по окончанию показа фильма «Кто боится Вирджинии Вольф» и слышал ряд комментариев людей, только что его посмотревших. «Я пустошен, а я хожу в кино, чтобы сбежать из дома. Зачем надо показывать такое? Я ничего не понял. Вероятно, для этого надо быть психологом. У меня создалось впечатление, что многие из этих людей покинули кинотеатр, неудомевая, что же на самом деле происходило. Но в то же время, будучи уверены, что там была какая-то информация, но они не способны воспринять ее в понятных терминах их поседневных забав и игр. Нас не устраивают формулировки типа Фрейдовского определения психоанализа, как динамической концепции, которая сводит психологическую жизнь к взаимодействию побуждающих и контролирующих сил. Такое определение и его бесчисленные вариации могут быть полезны профессионалам, но какая польза от них людям, которые испытывают страдания? Джордж и Марта в пьесе Одварда Олби «Кто боится Вирджини Вольф» использовали обжигающие, проникающие до глубины души короткие слова, которые были точны и попадали в цель. Вопрос состоит в следующем. Можем ли мы, как психотерапевты, поговорить с Джорджем и Мартой так же ясно и точно о том, почему они действуют и страдают так, а не иначе? Можем ли мы стать не только искренними, но и полезными благодаря тому, что нас понимают? Не говорите нормальным языком, иначе я не могу понять ни единого вашего слова. Таково распространенное отношение к тем, кто считает себя экспертом в области психологии. Разработка психологических идей с использованием специальных терминов отдаляет их от простого человека. В результате впечатления людей обычно выражаются в многословных и поверхностных разглагольствовании с такими выводами. В конце концов, это единственный выход без понимания того, что может быть иначе. В некотором смысле, одной из причин отчуждения сегодня является затрудненность общения между специалистами и неспециалистами. Космос принадлежал астронавтам, понимание поведения человека психологам и психиатрам, законодательная деятельность, конгрессменам, а вопрос заводить ли ребенка теологам. Все эти явления достаточно понятны, тем не менее, проблема непонимания продолжает оставаться серьезной и требует формирования языковых средств, способных отразить достижения науки. В области математики попытка решить эту проблему выразилась в развитии новой математики, которая сейчас преподается в начальных школах по всей стране. Новая математика не столько новый способ исчисления, сколько способ представления математических идей. Она отвечает не только на вопрос «что?», но и на вопрос «как?». Так что радость открытия, связанного с полетом на Луну или использованием компьютера, не остается исключительно достоянием ученых, но станет доступна всем стремящимся к знанию. Наука математика не нова, но способ ее преподнесения новый. Мы бы поставили себя в затруднительное положение, если бы до сих пор использовали вавилонскую, египетскую или латинские системы исчисления. Стремление творческого использования математики привело к созданию новых способов систематизированного системизации числовых понятий. Современная, новая математика поддержала этот творческий взлет. Мы приветствуем и ценим достижения мысли, воплотившихся в древних системах, но уже не используем эти менее эффектные ныне методы. Такова и моя позиция относительно транзактного анализа. Я уважаю усилия психоаналитиков, теоретиков прошлого. В этой книге я надеюсь показать новый способ представления старых идей и способ ясного изложения идей современных. Это не есть отрицание или принижение трудов прошлого, а скорее средство получить неоспоримые данные, для чего старых методов, по-видимому, недостаточно. Однако к старому фермеру, чинившему ржавую барону, подошел серьезный молодой человек, который продавал новое руководство по охране почвы и методам ведения сельского хозяйства. После учтивой и убедительной речи молодой человек спросил фермера, не желает ли тот купить эту книгу. На что старик ответил, сынок, я на своей ферме не делаю и половины того, что, как я знаю, надо бы делать. Цель этой книги не только познакомить с новыми данными, но и ответить на вопрос, почему люди живут не так хорошо, как они знают, могли бы. Люди догадываются, что специалисты многое могут объяснить в поведении человека, но это, похоже, не оказывает ни малейшего влияния на их заботы, семейные конфликты или на капризы их детей. Можно, конечно, обратиться с вопросом в журнал или газету, но будет ли ответ достаточно серьезен и в то же время прост, чтобы действительно послужить новым ответом на болевшие вопросы о проблемах поведения. Возможно ли таким образом получить информацию истинную и полезную одновременно? Поиски истины до недавнего времени были ограничены относительно поверхностным знакомством с тем, каким образом человеческий мозг накапливает информацию и как эта информация извлекается из памяти, посредством которой прошлое тиранит и одновременно обогащает нашу сегодняшнюю жизнь. Нейрохирургия с зондированием. Проверка любой гипотезы обусловлена наблюдательными фактами. До недавнего времени было очень мало известно о функционировании мозга в процессе познания, особенно о том, как и посредством каких из 12 миллиардов клеток мозга осуществляется функция памяти, какое количество информации может быть удержано, может ли она исчезнуть, является ли память обобщающей или специфичной, почему у одних память лучше, а у других хуже. Одним из выдающихся исследователей в этой области является доктор Уэлдер Энфилд, нейрохирург из университета Магил в Монреале. В 1951 году он начал получать неординарные факты, подтверждающие и меняющие сформулированные ранее теоретические концепции. Во время операции на мозге при лечении пациентов с фокальной эпилепсией Пенфилд провел серию экспериментов, в которых задержал, раздражал височную долю коры головного мозга электрическим током, проходящим через гальванический зонд. В течение нескольких лет он собирал данные о реакциях на такое стимулирование. Находящийся под воздействием местной анестезии во время исследования коры головного мозга полностью сохранял сознание и способность говорить с Пенфилдом. В ходе этих экспериментов Пенфилд услышал удивительные вещи. Поскольку эта книга является практическим руководством, а не научным трактатом, я хочу разъяснить, что последующий материал из исследований Пенфилда Единственный материал технического характера в этой книге включен в первую главу, потому что он, по моему мнению, является научным основанием всего того, о чем будет сказано далее. Факты убеждают, что все отразившиеся в нашем сознании детально фиксируются памятью, накапливаются в хранилище мозга и может быть воспроизведено. Пенфилд обнаружил, что с помощью стимулирующих электродов из памяти пациента можно извлечь явные картины прошлого. Переживания, вызванные таким образом, прекращаются при удалении электрода и может повториться при его вторичном использовании. Он приводит следующий пример. Первый случай с СБ после стимуляции в точке 19 в первой извилини правой височной доли. Он сказал, там было пианино и кто-то на нем играл. «Знаете, я слышал песню. При вторичном стимулировании этой точки, без предупреждения, он сказал, кто-то говорил с кем-то, и он назвал имя, но я не мог понять его». Это было как сон. Точка была стимулирована в третий раз. Также без предупреждения последовал ответ. «Да, о, Мари, о, Мари, кто-то поет это». После четвертой стимуляции он объяснил, что это была песня из некой радиопрограммы. При стимуляции точки 16 во время введения электрода в нужный участок он сказал, что-то возвращает память. «Я вижу здание компании 7-Up, булочную Харрисона». Затем его предупредили об очередной стимуляции, но электрод не выводили. Он отвечал, ничего. В другом случае пациентка ДФ при стимуляции точки в верхней части правой височной доли услышала характерную популярную песню, как бы в оркестрованном исполнении. Повторные стимуляции репродуцировали тоже музыку. Когда электрод закреплялся на этом участке, она напевала мелодию и слова одновременно с музыкой, которую слышала. Пациент ЛГ испытывал переживание чего-то, что, по его словам, случалось с ним прежде. Стимуляция другой точки височной доли вызвала у него образ человека, прогуливающего с собакой по дороге вблизи его загородного дома. Другая женщина услышала голос, который она не совсем разобрала при первоначальной стимуляции височной извилины. Когда же электрод был вторично установлен, приблизительно в ту же самую точку, она услышала голос, четко зовущий Джимми Джимми. Джимми было уменьшительное имя молодого человека, за которым она недавно вышла замуж. Одним из важных выводов Пенфилда было то, что электрод вызывает конкретные воспоминания, а не смешанные или обобщенные образы. Другой вывод заключается в том, что реакция на электрод была непроизвольной. Под принудительным воздействием зонда в сознании пациента воспроизводились знакомые переживания, независимо от того, хотел он заострять на них внимание или нет. В его голове звучала песня, которую он, наверное, слышал. Когда-то он чувствовал себя включенным в некоторую ситуацию, которая развивалась именно так, как это ранее имело место в действительности. Перед ним разворачивалось действие знакомой пьесы, в которую он был актером или зрителем. Вероятно, наиболее важным открытием явилось то, что фиксированными во всех подробностях оказалось не только прошлое событие, но и чувства, связанные с ними. События и вызванные им чувства, связанные в мозгу, столь прочно, что невозможно вызвать одно без другого. Пинфилд сообщал в докладе, испытуемая вновь переживает те же эмоции, которые однажды вызвала у него некоторая ситуация, а на уровне сознания он использует те же интерпретации, верные или ложные, которые у него возникли при исходном переживании. Таким образом, вызванные воспоминания не являются точным фотографическим или фонографическим воспроизведением прошлых событий. Это воспроизведение того, что пациент видел и слышал, чувствовал и понимал. Воспоминания, вызванные событиями нашей повседневной жизни, в большинстве своем такого же рода, как и те, что вызывались искусственно в исследованиях Пинфилда. В любом случае, пробужденные образы было бы более точно называть воссозданными переживаниями, нежели воспоминаниями. В ответ на стимул, личность моментально оказывается в прошлом. Я там. Эта реальность может длиться доли секунды или много дней. Следуя за переживанием, человек может сознательно вспомнить, что же действительно было. Последовательность непроизвольных воспоминаний такова. Пробуждение переживания. Спонтанное непроизвольное чувствование. Это первое. Второе. Сознательное воспоминание. Намеренное размышление о прошлом, событии, ожившем в переживании. Многое из этого, что пробуждается в переживании, мы не можем вспомнить. Два следующих сообщения пациентов демонстрируют, каким образом стимуляция в настоящем пробуждает прошлое чувства. Сорокалетняя пациентка рассказала, что однажды утром, проходя по улице мимо музыкального магазина, она услышала музыку, навеявшую на нее непреодолимую меланхолию. Она чувствовала себя во власти тоски, которую не могла объяснить, и сила которой была почти непереносима. Ничто в ее сознании не могло объяснить этого. После описания ей этого чувства я спросил, не было ли бы чего-то в ее детстве, о чем эта песня могла напомнить. Она сказала, что не видит никакой связи между песней и грустью. Позднее, через неделю, она позвонила мне и сказала, что продолжила напевать эту песню снова и снова, и внезапно нахлынуло воспоминание, в котором она увидела свою мать, сидящую за пианино, а себя слушающую, как мать наигрывала эту песню. Мать пациентки умерла, когда той было пять лет. Смерть матери вызвала тяжелую депрессию, которая длилась очень долго, несмотря на все старания семьи помочь ей перенести ее привязанность на тетю, которая приняла роль матери. Она никогда не вспоминала, что слышала эту песню, и не помнила игры своей матери вплоть до того времени, когда она оказалась около музыкального магазина. Я спросила, не освободила ли ее это воспоминание от депрессии. Она сказала, что природа ее чувств изменилась. Чувство грусти при воспоминании о смерти матери все еще оставалось, но не было того непреодолимого отчаяния, которое она испытывала прежде. Первоначально возникло переживание, зафиксированное в момент смерти матери. В тот миг пациентка снова почувствовала себя пятилетней девочкой, а затем пробудившиеся воспоминания стало осознанным чувством. Положительные эмоции пробуждаются во многом сходным образом. Все мы знаем, как аромат, звук или мимолетное видение могут вызывать несказанную радость. Иногда столь быстротечную, что она проходит почти незаметно. До тех пор, пока мы не сосредоточим на этом внимание, мы не можем вспомнить, где раньше мы ощутили этот аромат, звук или видение. Но чувство в этом случае реально. Другой пациент рассказал такой случай. Гуляя в парке в Сакраменто, он внезапно ощутил запах известий серы, который обычно раздражает нас, когда белят стволы деревьев. У него же этот запах вызвал великолепное, беззаботное, радостное чувство. Выявить исходную ситуацию оказалось для него проще, поскольку переживание было приятным. Это была та же побелка, которой бывало покрывали яблони ранней весной его отец. Для нашего пациента, когда он был маленьким мальчиком, этот запах был связан с приходом весны и всеми маленькими радостями. переживаемыми им на открытом воздухе после долгой зимы. Как и в случае с первым пациентом, сознательное припоминание своего переживания слегка отличалось от всплеска того истинного чувства, которое он ранее испытывал. Сначала он не сумел полностью уловить непроизвольное перенесение в прошлое, где он испытал это мимолетное чувство. А затем это было уже скорее переживание, 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 нежели чувство само по себе. Это иллюстрирует еще один вывод Пенфилда. Запись в памяти сохраняется даже после того, как субъект потерял способность осознанного вспоминания. Воспоминание, извлеченное из височной доли головного мозга, сохраняет мельчашие подробности первоначального переживания. Когда оно в такой форме поступает в сознание пациента, переживание кажется присутствующим в настоящем. Возможно, потому что оно так упорно навязывается вниманию, и только когда оно угасает, человек способен осознать его как воспоминание о прошлом. Вывод, который подсказывают эти открытия, заключается в том, что наш мозг функционирует как высококачественное записывающее устройство, фиксирующее все, что произошло с нами с момента рождения, возможно, даже и до рождения. Процесс хранения информации в мозгу является, несомненно, химическим процессом, включающим не до конца изученные механизмы обработки и кодирования данных. Возможно, аналогия с записывающим прибором несколько упрощена, тем не менее, она вполне позволяет объяснить процесс запоминания. Важным моментом является то, как бы запись не была сделана, ее воспроизведение отличается высокой точностью. Всякий раз, когда нормальный человек произвольно обращает внимание на что-то, говорит Пенфилд, он в то же время записывает это в коре головного мозга каждого полушария. Эти записи последовательны и непрерывны. При внедрении электрода в участок коры, отвечающий за память, он может вызывать образ, но образ, как правило, не статичный. Он меняется в зависимости от того, каким он представляется первоначально, даже от того, как изменился угол зрения. Перед взором проносится ранее наблюдавшиеся события, сменяя друг друга в течение секунд или минут. Песня, продуцированная корковой стимуляцией, развертывается от одной фразы к другой, от куплета к куплету. Далее Пенфилд делает вывод, что, по-видимому, непрерывность в вызванных воспоминаниях и представляет собой время. Во временной последовательности и был зафиксирован первоначальный образ. По-видимому, нить временной последовательности связывает элементы пробужденных воспоминаний. Также вероятно, что регистрируются только те сенсорные элементы, которые привлекли внимание индивидуума, а не все сенсорные импульсы, которые всегда воздействуют на центральную нервную систему. Пробуждение последовательности воспоминаний делает, по-видимому, правдоподобным предположением, что каждое наше воспоминание имеет свой отдельный нейронный путь. Особенно важным для нашего понимания того, что прошлое влияет на настоящее, является предположение, что височная часть коры головного мозга очевидно участвует в интерпретации текущего переживания. Иллюзией могут быть продуцированной стимуляцией височной зоны коры и произведенное расстройство. Есть расстройство суждения о настоящем, суждения о том, что переживание является знакомым, знакомым или абсурдным, что расстояние и размеры изменились, или даже о том, что настоящая ситуация ужасна. Эти иллюзии восприятия и рассмотрение их приводят к убеждению, что новое переживание каким-то образом немедленно классифицируется вместе с зарегистрированным прежде похожим переживанием. Так что суждения об их отличии или сходстве вполне возможно. Например, что по прошествию некоторого времени человеку может быть трудно вызвать детальный образ старого друга, каким он и видел несколько лет назад. И все же при встрече с ним неожиданно для себя он может сразу заметить происшедшие со временем перемены. Все это отмечается им очень точно. Новые морщины на лице, изменение прически, сутулость плеч. Пенфилд заключает демонстрации существования в мозгу образов, петтернс, которые сохраняют подробности текущего переживания. Подобная библиотеке со множеством таммов является одним из первых шагов в области физиологии сознания. Природа образа, механизм его образования и последующего использования процесса интеграции, формирующий субстрат сознания. Все это будет однажды переведено в физиологические формулы. Выдающийся психоаналитик Лоуренс Кьюби из Балтимора, завершая дискуссию по докладу Пенфилда, сказал, «Я испытываю глубокое чувство благодарности за эту представленную мне возможность принять участие в обсуждении доклада доктора Пенфилда, потому что доклад дал колоссальный стимул моему воображению. Фактически он привел меня в состояние возбуждения, в котором я нахожусь вот уже две недели наблюдая, как разорозненные фрагменты мозаики складываются в единое целое, поливающие свет на результаты моей работы последних лет. Я представляю себе тени Харви, Хашинга и Зигмунда Фрейда, пожимающие друг друга руки при этой долго откладывающейся встрече психоанализа современной нейрохирургии, которая произошла благодаря экспериментальной работе Пенфилда. Мы можем сделать заключение. Мозг функционирует подобно высококачественному магнитофону. Второе. Чувство, ассоциирующее с прошлым опытом, также записываются неразрывные связи с ним. Третье. Личность может существовать одновременно в двух состояниях. Пациент знал, что он находится на операционном столе и разговаривал с Пенфилдом, но он также знал, что видел здание компании Seven Up и булочную Харрисона. Он пребывал в двух плоскостях, то есть одновременно в самом переживании, испытывая его, а также в небо, наблюдая за ним. Четвёртое. Записанные переживания и чувства ассоциируются с ними, с ними доступны для повторного воспроизведения сегодня в такой же живой форме, как и при их первом появлении, и определяют природу сегодняшней транзакции. Переживания можно не только вспомнить, но и оживить. И не только помню, что я чувствовал, я снова переживаю это чувство. Эксперименты Пенфилда продемонстрировали, что функция памяти, которую часто описывают в психологических терминах, является также и биологической. Мы не можем дать ответ на старый вопрос о взаимосвязи души и тела. Уместно, однако, сослаться на быстрый прогресс в области исследований способа программирования наследственности в молекуле РНК шведский исследователь доктор Холгард Хайден отмечал. Способность воспроизводить в сознании опыт прошлого вероятно связана с первичными биологическими механизмами. В этой связи анализ молекулы РНК во всем многообразии ее возможностей способен дать ответ на многие вопросы. Показательные результаты этих биологических исследований помогают объяснить наблюдаемые нами факты человеческого поведения. Каким же образом мы можем применить научный метод к человеческому поведению, чтобы добытые нами сведения составляли одновременно точную и полезную картину, познанного подобно открытиям Пенфилда? Основная единица анализа транзакции. Одной из причин критики, утверждающий, что психотерапия ненаучна, и большинство очевидных разногласий в этой области является отсутствие основной единицы анализа и наблюдения. Это затруднение сродни тому, с которым сталкиваются физики до создания молекулярной теории и медики до открытия бактерий. Эрик Берн, создатель транзактного анализа, выделил и определил эту основную научную единицу. Единица социального взаимодействия называется транзакцией. Если двое или более людей встречаются друг с другом, рано или поздно один из них заговорит или как-нибудь иначе проявит свое знание о присутствии других. Это называется транзактным стимулом. Затем другой человек заговорит или сделает что-то, имеющее отношение к стимулу. Это называется транзактной реакции. Транзактный анализ это метод изучения подобных взаимодействий там, где я что-то делаю по отношению к тебе, а ты делаешь что-то в ответ. И определение, какой слой многоуровневой личности проведен в действии. Приведен в действии. В следующей главе определяются и описываются родители, взрослые и дитя. Три части этой многоуровневой структуры. Транзактный анализ является также методом систематизации информации о подобных взаимодействиях в терминах, которые по определению имеют одно и то же значение для каждого, кто ими пользуется. Безусловно, эта терминология является одним из наиболее важных достижений данной системы. Соглашение относительно значений слов плюс договоренность относительно предмета рассмотрения. Вот два ключа, отпирающие дверь к тайне. Почему люди поступают так, а не иначе? Это немаловажное достижение. В феврале 1960 года мне предоставилась возможность послушать длившуюся целый день защиту диссертации доктора Тимоти Лири, который только что приступил к работе на кафедре социальных взаимоотношений Гарвардского университета. Он выступал перед сотрудниками Дьюицкой больницы в Оберне в штат Калифорния, где я был директором курсов профессиональной подготовки. Несмотря на противоречие мнения, которые ныне называют его эксперты по использованию психоделиков, я хочу привести здесь некоторые его замечания, поскольку они наглядно показывают суть проблемы и могут объяснить то, что он называл зигзагообразным курсом последовательного разочарования. Он утверждал, что одно из его величайших разочарований как психотерапевта объяснялось неспособностью открыть способ стандартизации терминологии и методов наблюдения человеческого поведения. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми из исторических предпосылок моих затруднений как психолога. Когда я оглядываюсь назад, я вижу три стадии незнания, присущие мне тогда. Первую, несомненно, наиболее счастливую я бы назвал стадии наивного неведения, когда я придерживался точки зрения, что имеющиеся некие секреты человеческой природы, некие законы и зависимости, некие взаимоотношения, причины и следствия, и что посредством опытного изучения и чтения я однажды приобщусь к этим секретам и смогу применить мое знание этих закономерностей человеческого поведения, хотя бы помочь другим людям. На второй стадии, которую можно назвать периодом иллюзии знания, пришло обескураживающее открытие, хотя мне было ясно, что я знаю тайны, я вдруг обнаружил, что люди смотрели на меня так, как если бы они думали, что я знаю секрет, или нахожусь ближе к нему, чем они. Ни одно из моих исследований, никакая моя активность, не приближали меня к открытию тайны, но опять же, я всегда мог сказать, ну хорошо, у нас недостаточно фактов, или мы должны улучшить методологию и много других утверждений, которые, я уверен, вам хорошо знакомы. Можно отсрочить момент мучительного открытия, но при некоторых обстоятельствах станет наконец очевидной печальная истина, хотя многие люди обращаются и прислушиваются к вам, у вас есть пациенты и студенты, вы посещаете заседание психотерапевтической ассоциации и на вас смотрят с надеждой постичь тайну, все же в конечном итоге вы начинаете думать, что может быть вы знаете о чем говорите. После этого необычного и откровенного признания в собственном смятении, которое лишь немного немногие психотерапевты осмеливаются высказать, хотя многие чувствуют то же самое. Лири стал подробно описывать различные виды исследований, которыми занимались он и его сотрудники. Но в этих попытках он столкнулся с проблемой отсутствия общего языка и общей единицы анализа. Какие естественные явления в устойчивой форме мы можем получить, на которые мы затем сможем полагаться? Я скорее занимался не изучением естественного свободного поведения, а экспериментировал с возможностью развития стандартизации, стандартизированных языков для анализа любых естественных транзакций. Из всех этих поэтических символов и лирических оттенков, которые мы используем, слова прогресс, помощь, усовершенствование, наиболее далеки от сути. Мы оперируем лишь очень небольшим объемом информации о самих себе и о других. Я не располагаю никакой теории о новых категориях психологии, не новой психологической терминологии. Я просто пытаюсь найти новые способы взаимоотношения с человеком, когда он что-то делает или что-то говорит. Более всего именно сейчас меня заботят в чем разница между людьми, участвующими в одной и той же транзакции, потому что рано или поздно у вас появится вопрос, как же это происходит. Он выразил сожаление о подсутствии стандартизированного языка в сфере поведения человека, отмечая, что биржевые, маклеры, торговцы автомобилями и игроки в бейсбол поступают лучше. Даже у продавцов автомобилей есть свои таблицы обозначения и в науке поведения они поистине превосходят нас, провозгласивших себя экспертами. Действия каждого игрока в бейсбол его поведение записываются в форме индексов. Если вы собираетесь заменить одного игрока другим, вы сравниваете индексы их активности, при этом не используются образные выражения типа «он бегал за летящим мечом быстрее молний» или «этот игрок подобен демону». Употребляются лишь четкие оттенки поведения. В попытке открыть секрет я гнался за мифом. Я хотел стать знающим терапевтом и хорошим диагностом. Мои надежды были основаны на допущении, что имеются законы зависимости, есть секреты и методы, которые можно применить, чтобы в результате научного исследования раскрыть все эти тайны. Транзактный анализ нашел некоторые из этих зависимостей. Мы утверждаем, что нашли язык психологии, в котором Лири испытывал такую потребность и что мы стоим намного ближе к секрету человеческого поведения, чем когда-либо раньше. В этой главе я представила некоторые основные данные, оказывающие полезные полезные для многих людей, проходившие лечение в моих группах с использованием транзактного анализа в качестве интеллектуального инструмента для понимания основ поведения и чувств. Инструмент часто работает и имеет более широкий круг применения. Если у нас есть некоторые представления о том, как он был создан и из чего состоит, получен ли он на основании подлинных данных или это всего лишь еще одна теория, была ли книга Берна игры, в которые играют люди бестселлером из-за кратковременного увлечения или она предполагала людям некоторые легко доступные пониманию и подлинные представления о самих себе, когда им открывалось их прошлое в играх, в которые они играют в настоящем. Следующую главу мы начнем с описания этого инструмента, с определения понятия родитель, взрослые и дитя. Так как все эти три слова имеют специфические значения, отличающиеся от общепринятых слова родитель, взрослый и дитя, пишутся с большой буквы на протяжении всей книги. Как вы узнаете из следующей главы, родитель это не то же самое, что мать или отец, взрослый значит не нечто отличное от зрелого человека, а дитя совсем не то же самое, что маленький человек.